Вот такая вот залупа. Я готов с ним бифиться, блядь. Прямо сейчас, нахуй. Да подойди к зеркалу, скажи, я пи***ал ты. Хватит оправданий, хватит. У нас сейчас еб*** назвал. Фильтруй свой базар, бурят. Обзор печенья Бельвита. Казалось бы, все хорошо. Все нормально. Со вкусом меда и фундука плюс какао. Все окей. А также я расстался с девушкой. Вдумайтесь, две недели. Вдумайтесь, две недели назад. Просто вот жизненная, жизненная графа ап. Все. Кардинальные изменения в жизни. Появилась девушка. Я на работу. Мы ебемся. Я вообще в Питер переезжаю. Все, жизнь другая. Обзоры нахуй, стримы нахуй. Все, я семейный человек. Дети мы переезжаем. Вот работа, вот бабло. Вот мы в колянах. Две недели. А знаете, что за эти две недели произошло? Стрим скусий. И трансгендерной женщиной. That's all. That's all. Я пальцем не тыкаю. А я просто отвечаю некоторым людям, что всем покивеет народ. Покивеет, покивеет. Да. Я не знаю, что за эти две недели видео не выкладываете. Я вообще вот это хуйня не понимаю. Но ты не можешь считаться вообще за ютубера или за человека, который уважает свою аудиторию. Я не знаю. Но это же абсолютный брэд. Или типа... Братва, нужно иметь уважение к людям, которые на тебя подписались. Нужно выкладывать им видео. Спасибо вам за подписку. Правильно? Правильно. Ролики, когда новые ролики, что у тебя, блин, происходит, да, что... Новых роликов не будет, бабушка купила скейтборд. Случилось, собственно. А я просто отвечаю некоторым людям, что сейчас запишу ролик, собственно, поймете, что произошло. Ну и вот за основу решила записать обзор на вот такое вот печенье. Так просто, просто вскользь на бельвитку еще бахнем, Риля. Спасибо большое за сосиску, Риля. Спасибо. Наверняка многие уже встречают такое в продаже. Как она называется-то? Бля, бельвитта существовала, когда мне лет 12 было. Нет? What the hell? Бельвитта, кстати, супер охуенное печенье. Бля, я ебал, оно очень вкусное. Реклама, да? Бельвитта охуяется. Я что-то крайний раз пробовал, траванулся нахуй. Мед и фундук. Это мед и фундук. А это у нас со вкусом какао. Ну, типа шоколад. Бля, они все охуенные. Бельвитта очень вкусные. Но у них есть, знаете, есть такое печенье, где посередине еще кто-то надрочил хуй какой-то. И вот там прослойка. Вот оно мне не очень нравится. Но вот такое с чаечком. С утреца, помню, мне мама покупала пересколы. Двипс. Дайум. Просто дайум. Не могу. Да. Да у меня нема от блока. Нема. У меня премиум. У меня премиум. У меня нема от блока. У меня не той от блок. Я наоборот, всех соседей с от блоком хуй и бесы. Ладно. Сейчас уже п***й. Но раньше я сидел без от блока. Пускай блогеры на мне зарабатывают. За то, что я смотрю их контент. Я с ясным уважением отношусь к людям, чей контент я наблюдаю. В п***ю я никогда не юзал б***ь от блока. Никогда. Очень красивая упаковка. И я решил, собственно, попробовать. Я просто помню. Сука, ну забатился, б***ь. Вот постарались вот эти. Как это называется? Диссигнеры? Чихто. Просто накорлякали что-то, б***ь, на упаковку. Еб***ь себе п***ь. Вкусненького. Еб***ь. Маркетологи. Все. Бурятинк уже две пачки сразу прикарманил. Не по одной сразу две уже тарит. Я в ахуй. Роликов две недели нема. Стримов нема. Две пачки бельвиты зато в кармане. И п***ь домой. Помню, смотрел ролик у Толяна печенье Дикси. Мне всегда хотелось попробовать, собственно, подобное печенье. Толяна, оно не очень сильно понравилось, да. И, собственно, а у нас продажи такого нет. И тут я вижу вот такое вот печенье, которое очень напоминает как раз-таки Дикси. Спасибо большое. Спасибо большое. Я тоже решил взять как раз-таки на обзор. Я обычно просто покупаю там печенье юбилейное какое-то такое, да. Вот подобное я не покупал. Хотя, кстати, говорю, это вот подобное печенье, оно у нас давно в продаже. Потом. В общем, с такой красивой упаковкой хочется, собственно, попробовать. Печеньки бельвита из детей делают. А я-то думаю, хули они такие нежные. Но они отуянные. Мне похуй вообще скроют. Отвечая на вопрос. Хоть бы из животных. Мне вообще так... Знаете, я очень люблю вот этих желейных ведмедиков. Мне очень нравятся вот эти все хариба, желейные червяки, желейные ведмеди. И мне говорят, Лёха, ты что? Их же делают из сверных хрящей. Мне похуй, блядь. Хоть из дерьма их там лепят, блядь, и сковывают в этих ведмедей и напихивают мне упаковку. Мне да пи*** оно вкусное, блядь. Какая мне нахуй разница, из чего оно, блядь, сделано? Мне похуй в предыдущую, что... Просто увлеводный залуп. У меня сейчас началась депрессия, апатия началась. Кто не... Ну ты чего, эй? Не знаю, что такое апатия. Это когда тебе ничего делать особо не хочется. Собственно, у меня сейчас началась депрессия. Почему? Потому что я расстался со своей девушкой. Да, да, расстался. Я, собственно, как-нибудь сниму ролик, почему я расстался, что, собственно, в общем... А это не он, блядь. Это просто типа инфа. Произошло, но я снова как бы один. Это так, просто на примету вкинул удочку, не более. Просто вкинул удочку, нюдя. Вот такие вот, скажем так, пирожки. В общем, потом как-нибудь расскажу, собственно, что произошло. Ух, как-нибудь расскажу. Но, к сожалению, я снова как бы один. Эй, да не грусти, ну все охуенно. Сильная грусть началась. Мне просто реально ничего делать толком не об этом. Бля, все вокруг расстаются. Бля, брода, все круто вообще. Ёшкин, кошкин, мышкин. Все, во, одному быть тоже пи***но. Одному нужно тоже уметь видеть плюсы вокруг. Вот смотри, я два года один, да? Вообще все охуенно. Я просыпаюсь, никому нахуй не должен. Никому не надо там ничего писать, понял? Не с кем общаться на ночь, там кому-то добрая ночь. Вообще все охуенно. Никому не обязан. А самое главное, никто не ебет мозги. И можно ходить на кокинги с Кусяй и трансгендерной девочкой. Во! Во! Одни плюсы, нахуй. Ну и раз расстались, значит, были на то причины, да? Сейн. Мне интересно, мне на самом деле интересно вообще, как они познакомились, чтобы он про это рассказал. Как они познакомились, и потом как они разошлись. О как. И как они разошлись, и из-за чего, в чем конкретно придирка? Она ему мороженое не купила, или он не хотел делиться бельвитой? Вот что-то ж явно, что-то ну серьезное произошло. Ну, я просто, впрочем, и раньше ничего толком делать не хотел. Привет, Куся. Когда у меня появилась девушка, я даже писал, что вот, начались кардинальные изменения. Все, он уже чемоданы напаковал, все свои 30 пустых бутылок от Фанты, нахуй, едем в Питер. Вот, на работу сейчас устроюсь. Спасибо большое за сосиску. И у меня было прям такое желание, да. А, собственно, все свелось к тому, как всегда, что, опять-таки, я слова один, мне ничего толком делать не хочется. Знаю, знаю. Сейчас мне все напишут, что на работу и прочее, да, делать надо. Нет, нет, нет. Нет, не надо на работу, ты недостой... Ой, то есть, работа тебя недостойна. Нет, нет. Твоя работа сидеть перед камерой и вот это ртом разговаривать. Нет, никакой работы. Нет, нет, нет. Даже без девушки, это понятно, собственно. Так что, я полностью от своих планов не отказываюсь. В конце концов, у меня все еще есть желание посетить Питер. А для этого надо нужны деньги, собственно. Поэтому я, наверное, кстати, вернусь к стримам, прежде всего. Буду собирать на стримах деньги. Я надеюсь, что мне кто-нибудь подкинет. Ну и, собственно, от работы полностью я еще пока не отказываюсь. Собственно, я, почему еще, кстати, не ходил так долго? Потому что я болел гайморитом. Сейчас я от гайморита полностью излечился. Да, у меня вообще больше ни гной не течет, лицо не болит. А ну покажи, откуда гной тек? Можешь вот так прям пальцем вот так как-то показать? Откуда конкретно был, откуда геолокация гноя где была? Так что, собственно, полностью, полностью прямо от планов своих я не отказываюсь. Но, к сожалению, у меня сейчас реально вот такая пора, что мне вообще толком делать ничего не хочется. Хотя, опять-таки, это правильно, что надо все делать. Заставлять себя надо. Ешкин, кошкин, кошкин. Работать, да, зарабатывать деньги куда-то, ну, планировать что-либо куда-то поехать. Даже если у тебя нет девушки, то есть хотя бы ради себя, самого любимого, так сказать. В первую очередь все надо делать ради себя самого. В Питер ради девушки пошла на ночь. Ради себя надо, в первую очередь, чтобы тебе по кайфу было. То есть, поэтому я и говорю, что я полностью от своих планов, опять-таки, не отказываюсь. Но у меня сейчас, говорю, вот хреновое сейчас в последнее время настроение. Ни с кем толком разговаривать даже неохота. Но все-таки я периодически там кому, с кем-то дообщаюсь. Но я снова один. Куся, намылилась уже? Только честно, только честно говори. Сейчас без баловства и прочей хуйки. Только честно отвечай. Зашарудилась там уже или нет? Платье выбираешь все новое на ВБшке? Ау! Что ты смайлики шлешь? Все мы знаем. Дернреко, спасибо большое за сосиску. Знаем, что ты разлучницей стала в отношениях. Сейчас нам он через месяц расскажет, блядь. Сейчас правда, правда там вся вылезет, блядь. Что в тот вечер было, кокинговские, нахуй. С двумя вами девчонками, блядь. Вот такая вот, вот такая вот залупа. Эй, не говори мат, сейчас же, слышишь ты, козел. Извиняйся, блядь. Он извиняется, будто он сказал минус байбик, какого хуйка. Прям, знаете, он такой, он прям ждал тот момент, я скажу мат. Я в ролике сегодня скажу матерное слово. Я скажу матюка, матюка, я прям ждал тот момент. Залупа. Слышно, ладно. Давайте немножечко, как бы, к делу. Я сейчас, как только, блядь. Женщины с женщинами, а у нас тут обзор на печенье. Сами понимаете, типа, вообще, блядь. На этих женщин, блядь, у нас бельвита две пачки. Работа сама себе не сделает. На женщину три минуты со вступлением, блядь. На бельвиту 14, блядь. Пойду схожу до магазина, у меня вода закончилась, у меня соки закончились. О, нет. Да и прогуляться бы надо, немножечко поразветь свои мысли. Я люблю походить. Это правильно. У меня, я обычно как люблю это делать. Я, у меня есть вот наушники беспроводные, собственно, я люблю. Да, ребят, есть наушники беспроводные. Ну, а в них нет провода. Лол. Че вы, не считаю, вообще в курсе, что такие существуют? Нет? Они работают по блютуз, ёпта. Ау. Ну, там, периодически ходить, гулять, слушать музыку. В общем. Ах, да, кстати, ребят, совсем забыл сказать, помните, ну, тот ролик про петушко, вот это все. Карамельник. Дело, да? Собственно, ко мне недавно, сколько дня, 4 или... Мать одного из них на коленях приползла, я ей в рот дал, тварь, ёпта. И даже на порог не пустился. Пять назад, я точно не помню, подошел один из них, собственно, парень, ну, такой в серой куртке с черным капюшоном, помните, я рассказывал про него? Да, да, совсем. Он, собственно, подошел, извинился, так что проблема урегулировалась. Вот. Окей. Блать, в натуре не будет развязки. Дин, блядь. Я говорю, я в натуре ждал какой-то босс-файт, чтобы они его там окружили. Он там начал, как этот. Смотрели, Алеша Попович, это Угарин Змей. И там был этот, как его, Тутанхамон, такой усатый. Как его зовут? Тутанхамон. Как его? Да не Соловей, блядь. Да какой Колыван, да, блядь? Какой Тихон? Ну, этот... Чингисхан. Чтоб он вот так вот крутился, а на него нападали, и он прям жопой на них прыгал. В общем, я что хотел сказать. Так что проблема, она сама собой решилась. Да. Вот. Совсем большое запросили. Как взор, вот. Белевитто, утреннее мед. Если он так вот выглядит, чем-то напоминает, чем-то юбилейный. Ну, юбилей, наверное, в другой упаковке. Она такой, знаете, бумажный, как сказать. А это в такой картонный. Просто я говорю, помни, я смотрел ролик Толяна, называлась Печенье. Как вы думаете, он смотрел ролик Толяна, где было печенье Дикси, и оно было похоже на это печенье, которое у него. Вот я сейчас так, ну, что-то какие-то вот аналогии в своей голове привожу, будто бы что-то есть в этом. Думаете, да? Печенье Дикси. Он так... Да ну нахуй! Эй! Как аппетитно эти печенье ел, я помню, да, мне хотелось попробовать. Хотя, кстати, самому Толяну эти печенье не понравились. Он сказал, что они фигня какая-то. Да, ёшки, Костин, мышка. Я не знаю, правда, неправда, вот я... Фигня? Я больше предпочитаю слово хрень. Увидел... Хрень. ...примерно похожие печенье. Белевитто. Утренний мед в фундук. И вот, собственно, скакал. И вот я решил попробовать. Они тоже, по-моему, вроде как с медом и фундуком были вот те печенья Дикси. Ладно. Ну, понимаете, он помнит каждое видео Толяна, которому по пять лет. Он помнит про что было, как он реагировал, понравилось ли ему. Это просто пи***ц, Толяна там сколько, 2000 роликов. Он помнит, он помнит, как это печенье называется, как оно выглядит, да, это пи***ц, лёд. Давайте, собственно... А вот бы существовало ЕГЭ по Толяну. Я еб***ю. Лена. Итак. Угу. Мне на состав пофигу, мне бы главное... А, б***ь. Чтобы это вкусно было. Вот так, в общем, оно выглядит. Знаете, как четыре штучки Орео. Вот Орео покупаешь, да, там тоже в такой упаковке, правда, там фольга. Вот тоже четыре штучки, собственно. То есть лучше Орео брать, да, к банке? Извините, ребята, что прям не улыбаюсь и проще... Да ладно, да ладно, не улыбаюсь, если есть в 32, нахуй еб***ь. Да, я говорю, у меня сейчас просто реально хреновое, хреновое настроение, хреновое состояние, просто реально. Я как-то стараюсь, конечно, себя как-то в позитивный уклад ставить, да, стараюсь как-то немножечко мыслить позитивнее, что вот, собственно, по крайней мере, у меня что-то, было, какие-то любовные отношения все-таки у меня были. Только честно, только честно. Если он в следующем ролике не расскажет, как это было, и подождите, он железно должен был снять это на камеру, железно. Я никогда в жизни не поверю, что он не установил где-то скрытую съемку. Я, я не поверю, просто не прикидываю в статистовах. У него железно есть видос, где он дрочит, железно. Вот как у него, как у Горина, как у Корнишона, сто процентов. Железно. Были так, что не все со мной потеряно, как говорится. Я же... никто так не думает, вообще, ты что, ебаный? Я заинтересовал девушку, в общем. Я сказал, я как-нибудь сниму, опять-таки, ролик, расскажу, собственно, все, что произошло, но вот сейчас говоря, я все-таки, знаете, понимаю, что все-таки есть... Все-таки на печенье 8 минут, да? Мы кое-как будем все равно возвращаться к теме, чтобы была девушка. Мы верим, правда, мы верим, у тебя была девушка, ты ебаный, да, я верю, я верю тебе, я верю, блядь. Что-то во мне, пускай не прям, какая-то, знаете, апполлонская красота, скажем так, знаете... Да ты крут, блядь, охуенец, сука, аааааа, аааааа! Да подожди о зеркало, скажи, я пизда, ты, хватит оправданий, хватит! Не апполлонская внешность все это делаю, да ты охуенен, блядь, пойми, Что у всех разные вкусы У всех абсолютно разные вкусы Не всем нравятся Эмммм, эммм, бойчики какие-то, понимаешь Кому-то нравятся битесники Кому-то нравятся узбеки Всем нравятся, всем нравятся разные мужчины Понимаешь, поэтому, бля Я тебе уверяю, есть как минимум Ну, из трех Миллиардов женщин, че сколько их 20 тысяч, как минимум сотня Которым ты понравишься, как минимум Со всего мира, а тебе, бля, как с ней разговаривать Ну, будет она не Майя, или будет она говорить По-французски, вообще пихуй, бро По крайней мере, я очень харизматичен и привлекатель Да, бля, базару мало Он в натуре шкрут Вы слышали, как он базарит? Как он на кокинге общался Он за все шарит, за все Он супер охуенен На любую тему он может побазарить Я очень хочу встретиться с ним И заебать кокинг, потому что, мне кажется, он очень Интересный тип, на самом деле, его надо просто вот так Раскрыть, и все, раскрыть С ним сложно спорить А не хуй, потому что Я все-таки для себя как-то С мужчиной спорить не хуй, Кузя Собственно, что Собственно, заинтересовал девушку Так что, не все со мной потеряно, как говорится Так что, надо немножечко ставить себя в более позитивное русло Так Пахнет реально медом Один ммм, один ммм, это хорошо Вот С таким узором Я близлыл, я близлыл тебе печеньку Ммм, да Ой-ей, длительный ммм Да ну нахуй, длительный ммм Вот что-то новенькое Пахнет немножечко так, знаете, с медом и орешками Ну, это понятная идея, потому что, как бы, мед и фундук Аааа Вы прикиньте, печенье пахнет тем же вкусом, как написано Аааа Аааа Выглядит Я, я, правда, не очень люблю, когда печенье не се... Знаете, я вот люблю любую выпечку, да Или печенье, там, это не важно, да Когда она чуть более поджаристая, знаете, когда чуть-чуть такая поджаристая Ааа, горелая когда-то, да Чуть немножечко, чуть потемнее, как бы А тут прям такого нету Это, с одной стороны, классно Это означает, что они все-таки прям очень тщательно следят При выпечке данного печенья Но нету Но я думаю, там прям ручная печка у Бельвита Сколько их пять пачек на весь мир Я думаю, да, там прям следят за каждой печенюшкой Отдельно человек стоит, когда выпекают, да Но все-таки классно, когда печенье немножечко так вот более темное Я просто помню, я покупал какие-то печенья Очень давно покупал Очень вкусные такие хрустящие печенья были И там у них очень часто печенья были немножечко более поджаренные Такие, знаете, и это было очень классно Это было очень вкусно В этом такого нету Это минус, да, это минус Минус один балл за это Будем надеяться, что вот эти вкусные сами по себе Я, кстати, очень даже Да, 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 да Я надеюсь, что они не чересчур сладкие Потому что я не люблю, когда что-либо Спасало Прямо очень сильно сладко Прямо приторно-сладко, знаете Мне кажется, мало кто любит его Вообще, такое никто не любит В принципе То есть реально Чел х**ил фреш-бар с залпами Пи***ь, полет, вы здесь? Да вот, кушаешь что-то, да Выпечку какую-нибудь, да И она прям такая сладкая, что просто Ааааааа, вкус сводит, блин Это вообще не вкусно учила диабет если что но ему нельзя сладкое окей ему нельзя а вкусно когда она в меру спасибо большое за сезон вот эту в меру не сильно сладко и так и так спасибо большое за подарочный кусочек а а зачем у нас на диета или что вот ахилл какого микро дозинга так давай хрустящие она из 10 она из 10 просто если кипячение они очень мягкие знаете вот кушаешь нету никакой края щих крайне хрусткости они мягкие такие их есть противно их разве что с чаем там макать да но мне не люблю так найти макать в чай печенье я люблю вот так вот он поставит десятку он поставит десятка печенье я вам не выпил а даже вот это оговорочка чаю выпил печенье надкусил ну что я хочу сказать да вот ящие прям твердые данюня а ну-ка и саму она не сильно сладкий она она прям отчетливо чувствуется вкус аральчик она да но фундука как-то не очень аж поплянкивает немножко аж идет фундук от меня сильный сид ну нет неужели он отнимет балл за то что не чувствуется фундук но я не верю это проплаченный обзор на печеньем дикси а я небольшой вспомнил вспомнил а бельвита 500 рексов скинули на киви точняк ой чё да 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 вот вот к третьей к третьему вкусу распробовался фундучок видимо в центр положили ребята любят у разъебал вкус орехов имеется по стоимости если округлить до 1000 то где-то 130 рублей 129 96 насколько я помню я николаевском покупал они он три раза помычала с не менее это супер разъем если он по если он не даст десятку меня нежно и меня нежно дороговато но 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 куста лайк как здесь было четыре штучки а сколько здесь принц да не там не на самом деле печенье ждаху ты чё тут на полу ламу д хватит накормить вы здесь если четыре упаковки в общем чё она полностью здесь пять упаковок таких вот пять маленьких пачек не не она с 4816 20 получается 20 штук в общем счете вкусно вкусно ребята оценка 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 подведем итог так давайте-ка по оценке тогда вот мед и фунду говорю пушка будет 9 из 10 минус балл за цену ему если в эту упаковку гигантскую 40 печенюк запихать он все равно скажет минус балл за цену типа 200 печенье за 100 рублей а ну а вот если в 38 90 вот это другое дело вот тогда поразговаривали 20 печенье бы 20 печенье я подумал 130 рублей это вот эти четыре штуки там 20 печенье 20 штук печенье спасибо большое бурнабу за 4 сапки за 5 спасибо за подписку вы чего это халява хотя здесь довольно много но 20 штук все равно маловато так что ну пускай будет 9 из 10 ну конечно зато какой-то энергу таки с говна как от которого ты блевал тоже получил тех 10 системы оценивания это просто ну это такое себе на вкус ребят говно и стоит а ну 9 ну 9 а это очень вкусное печенье и кто-то хуище бля ну цена немножко кусается 9 пожалуй я буду их покупать так дорого брателла куда они не дорого и так это у нас медом и фундуком а что же у нас какао по идее шоколадные должны быть несколько повкуснее шоколады по умыкалищей нет шоколады как минимум хуже хуже дефолт не так здесь также базового краску 4 такие шоколадный до какого-то нюхаешь несколько он он реально нюхал всю еду то есть он перед тем как попробовать он ее нюхает прям с упаковки я скажу вам честно вот сейчас многие могут посчитать меня сумасшедшим но я не очень люблю несклик как таковой у нас правда его уже теперь не продается у нас продается хрутка но типа как конец когда но это не совсем то но до этого я например несклик не очень сильно любил не то есть я дам его там мог периодически купить поесть там с молочком или например как шоколадку или например там как какао выпить да вот это все мог но у меня не было фанатизма я просто знаю очень много людей которые прям обожали несклик они прям их спросишь какой любимый твой сухой завтрак они ответят несколько 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 блин несклик я готов с ним бифиться прямо сейчас я готов и вызывать его на интернет батл несклик это лучше вообще что случалось в моей жизни я когда был пиздюком мне мама мама иногда готовила знаете типа на завтрак перед школой сырники мне так было на это все ты мне налей по молока в тарелку дай мне пачку этой залупы я буду самым счастливым человеком на планете это просто лет я еще любил знаете молока вот так вываливаешь эту туда бам вот таких окунаешь чтобы они немножко подмокли но не размокли в мясо просто подмокли выедаешь и главное чтобы соотношение чтобы шариков было больше чем молочка ты вот так выедаешь молоко остается и она уже коричневое молочко уже коричневое шоколадное оно становится и ты добавку туда бам и уже в шоколадном молоке и вот после четвертой добавки оставшееся молоко вот так залетало просто дай просто даю а я говорю мне мне больше например космостарс продается в украине перестали космостарс продавать я не помню когда космостарс это а как вкусно а это колец космостарс или например мне очень нравились такие были очень вкусные вкусные сухие завтраки синий минис называется с корицей ну какое говно ну какой гондон но это тоже а я в рот из это говнище то нельзя есть вообще эту но как же вкусно как же вкусно синий минис они с корицы такие посыпанные я люблю корицу на самом деле я люблю все с корицей я помню в школе раз в месяц мог позволить себе булочку с корицей она почему-то была дороже чем сосиска в тесте и я в буфете хавал раз в месяц булочку с корицей и меня в рот мало кто любит корицу я вот например раньше в детстве не любил но сейчас я например люблю я помню я брал синий минис они мне очень понравились и минис пизда дорогие также мне очень помню нравились такие сухие завтраки голд хани или как там называть это уже не выдумывая не это вы думаете пошли я тоже думаю ладно ну да пахнут таким типа несколько ну-ка а ну-ка здесь кстати здесь небольшие шоколадные кусочки видны вот видя до есть же идите здесь как в этого обычного печенье бывает ну-ка не мычит 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 а давно давно 70 70 70 сними чит и вашему челюсть сводит вы видите не не о говно кал я говорил ему не понравится и ест дальше молча просто бам всю пачку сейчас затопчет мне дрянь ребят не у меня нет не ребята мне больше нравится имени нас сейчас ребята назвал фильтруй свой базар бурят именно с медом и фундуком вот они классные с какао такой себе не шоколадный натуре соусом на другие и халай дальше пипы и живем привкус какого-то знаете дешевый шоколад но понятно дело это как ауну привкус реально такую дешевого шоколада охуели буряту такое посовывать такое может кому-то из вас понравится но мне нет себе не понравилось мы тоже мы даже пробовать не будем такую мы доверяем мы доверяем твою вкусу не иначе спасибо огромное за сосиску не выбрасывай короче прям ща при мне выбрасывай в окно выбрасывай в окно пачку голубям сидят выбрасывай короче по оценке скажу так 6 из 10 вот эти какао говно кал жрать не буду 6 это если все у хоринга который мы сегодня будем сотрить оценка 5 сити такой если увидите с медом и фундуком берите с медом и фундуком вот они очень вкусные они не сильно сладкие они ну сладкие но как надо в меру 9 из 10 ребята вот эти какао такой себе знаете вот блин я говорю про шоколад хотя тут как бы не говорится что здесь шоколад здесь какао но тем не менее вот привкус прям очень слабо прямо ощущается вы толку мимо не ощутите короче ну фигня какая-то реально хрень хрень 6 из 10 евро 6 это причем это это причем ну пи*** натянута пи*** натянута он не может справедливо сказать 2 я найдите мне хоть одно видео где он говорит 3 из 10 4 5 по-моему самая минимальная оценка это 6 то есть у него у него 4-бальная система оценивания 6 7 8 9 10 6 7 8 9 ну как я и сказал 5-бальная система оценивания даже 5 поставил но они не настолько прям сильно ужасные поэтому я вам говорю вам если мало ли кому-то вот нравится всякие из какао там выпечка можете взять попробую но мне на мой взгляд такой себе Тунтик по вот этим почаще почаще надо отрабатывать почаще вот чаще балуются балуются вот какао фигни все дело сделано опять на отдых две недели вам до следующих новостей до следующих новостей пока снова встречаться с кем-то не начнем спасибо большое за сосиску сейчас короче оденусь пойду прогуляюсь надо магазин зайти в воды взять у меня вода заканчивается надо купить да не грустит и на йорке пойду загружу прогуляюсь канута и в общем как-то тогда очень всем спасибо за просмотр всем хорошего настроения я надеюсь у вас у вас девушку что вы что у вас прям спасибо большие отношения будут очень я у меня не вадим и у меня девушки надеюсь у меня не будет отношений я сдохну магом так быстро и вы не расстанетесь в общем как то так как я сказал я как нибудь сниму ролик объясню в чем ситуация была собственно вот ладно всем пока а то не могу прям нажать запись прервать наконец-то ты мой маленький ты мой маленький шарф не снимает видео так это блок все все доигрался тварь доигрался denis додиков доигрался 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 тварь хайд юзер форма ченнел доигрался доигрался видео выйдет и не увидишь если что ты не увидишь пирожок ты чё ты сигмой хотел стримить а баб у тебя же есть брат чивауа стрим лучше братва тебе подкинет пангон басяцкий а то ты гноишься уже все будет эшкерия все норм шарф лошара я ему народ ссал ладно шучу брат ты сигма сорян если обидел так это тоже блок это тоже блок мурза не слышно блок это блок бурят извини это я твою девушку отжарила на просто огонь блок вот упорыла и вы лучше добрые слова ему напишите поддержки кита чтобы он не расстраивался увидите ему грустно привет бурят крутой обзор у тебя все качества которые должны быть у крутого стрим спасибо за подписку креативность актуальность крутые обзоры активность щедрость крутость единственный ютубер который записывает нужные обзоры спасибо как очки легенда 52 пишет печеньку я блокирую канал тебе бы и меня в рот ну что ж такое там какая как слож vuelta это посылает величед have started to doért и до сшелом абness экстиса таки сдал делься странцам ходить в клуб на момент отношений прим что Лайда влаж до пози級а свободы человекем помню ел такие печеньки когда мне было пятьдесят два месяцаедин Merry здравствуй бурят очень жаль вас ну не расстраивайтесь у вас есть аудитория как очки Любы, мы всегда вас поддержим. Очень жду ваш контент в виде стримов. Надеюсь, у вас все получится. Не переживай, Ринчин, все будет гуд. Тем более лето. Желаю сил на будущий контент. Пурят, привет. Давно тебя смотрю, нравится твой контент. Продолжай. В том же духе. Ты для меня настоящий Аполлон. Пипец, минус девушка, плюс контент. Покивет. А какие они милашки здесь. Ёшкин, кошкин, мышкин. Офигелин. Офигеть, лайк. О, Мозелкин даже откоментил. Бурятник, ты очень охуенный. Люди приходят, уходят, жизнь меняется. И она все тяжелее. Ну не сдавайся, все будет швепс. Базировано, не иначе. Чивауа, Бурятик, не переживай, все будет чивауа. А она какачки, блядь. 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 Недолго птица щебетала. Не расстраивайся, брат. Девушек много, а кайпующий бурят один. И он крут. Занимайся своей жизнью. А девушка найдется, и все будет чивауа. Недолго птица щебетала. Вы вообще слышите этот... Вот этот вот... Вот этот вот... Будто у него трость. У него трость. Он сидит на кресле. Вот этот аристократический вайб. Вы ощущаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!